Дорогой мой, одиннадцатый час, я решила провести этот классный час, чтобы заполнить форточку перед восьмым уроком. Почему нельзя сразу восьмым уроком? Ну, потому что у нас будет диктант, и вы должны хорошенечко отдохнуть. Отдыхай, Галина Сергеевна. Тебе еще нам всем диктант писать. Тема классного часа — мое будущее. Я и так знаю ее будущее. Еще пару таких классных часов, и ее кто-нибудь убьет. Пусть каждый из вас расскажет, кем он хочет стать, а я все это запишу, и через десять лет мы с вами встретимся. Не понимаю, как мы встретимся, если ее убьют? И узнаем, все ли планы осуществились. Может быть, кто-то станет ученым. О, молодец, Галя! Кто-то спортсменом. Илья молодец. А может быть, кто-то сразу после школы поженится. Молодец, Илья и Галя. Горько! Ирочка, а вот вы каким видите ваше будущее? А у нее после фразы «Горько» вообще нет будущего. Я, Васнецова, между прочим, выйду замуж за дипломата. А вот ты в своем будущем фразу «Горько» вообще никогда не услышишь. О, тут я смотрю, около школы целая толпа дипломатов собралась. Ждут, пока Якушева диктант напишет. Ира, ну зачем вы так? Быть может, у Дарьи уже есть парень, с которым она хотела бы связать свою жизнь. Я сейчас упаду. Держите меня. Не трогайте ее, она ядовитая. И у меня есть парень. Ага. Какой-нибудь тупой год. Не какой-нибудь, не тупой и не год. Так что ты угадала только слово «ага». Так, девочки, не ругайтесь. У меня возникла потрясающая идея. Завтра мы устроим с вами вечер, на который каждый придет со своей второй половинкой. И Дарья тоже. Никуда я не пойду. О, я же говорила, нет у нее никого. Если она придет с парнем, я съем свои колготки. Я слышала. Хотя нет, я приду. С парнем. Жизнь иногда выпускает жало, Стирая прошлое, словно вирус. И как и из тоже нас бежала, И на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, Слезы утри, По жизни идет и смеется. Вот он, смотри, Он самый счастливый из нас, Избранный небесами. Он вам не старый баркас, А фрегас с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки. Ждут его дома всегда, Его папины дочки. Пара-па-па-па-па-па-пам, Его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, Его папины дочки. Тамара, что вы хлопаете глазами? Что все это про крыс, а? Это не я, я нормально питаюсь. Тамара, мне не до шуток. Людмила Сергеевна. А, у меня совсем другой прикус. Тамара, я вас уволю. Это что, у вас семейный, что ли? Чуть что, я вас уволю. Знаешь, чтоб сказать, я вас люблю, Тамара. Количество букв, между прочим, одинаковое. Вот видите, это все-таки была не я. Тамара, Тамара, Тамарочка, я вас люблю. Только откройте дверь, а! Тамара! Короче, Веник, дело в следующем. Ты... Это лунчаки. Круто, да? Смотрите, как я уже научилась. Ну, так и я умею. Жень, иди лучше на улицу занимайся. Дешевле будет. Точно. Я тогда это потом беру. Угу. Так. Эй! Я вам эту дверь закрыла, чтобы никто не мешал. Спасибо. Так. Ой! Так, а на чем мы остановились? Мы остановились на том, что ты мне друг, а я хочу, чтобы ты был моим парнем. Эй! Есть кто дома? Ты хочешь, чтобы я стал твоим парнем? Вот так вот быстро. Эй! Ты что делаешь? Я хочу, чтобы ты ненадолго стал моим парнем, чтобы Якушев съела свои колготки. Ну, это наши женские разборки. А, 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 ну тогда колготки это еще гуманно. Мне вот просто сестра рассказывала, у них на первом курсе МГУ после таких разборок одной девочке пришлось шаурму на черкизовском рынке есть. Нет, я не настолько не люблю Якушеву. Ну, так что, ты согласен побыть моим парнем на пару часов? Я могу, и не пару. Ну, в смысле, если нужно. Только имей в виду, никакого рука и тем более губы прикладствуем. Ясно? Я, пожалуй, пока лучше тут позанимаюсь, дешевле выйдет. Эй! Ай! Ой! Андрей Михайлович, подождите, Людмилы Сергеевны еще нет. Мне коньяк нужен, а не Людмилы Сергеевны. У меня самая дорогая буромашинка сломалась. Помянуть надо. Тамара, что случилось? Попалась? Скорее, попался. Ну, 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 вы что, отверили, что ли? Ну, не нравится вам, что я к вам в конях хожу пить? Ну, сказали бы по-человечке, а то как с крысы еще бы яду подсыпали. Андрей, Андрюш, успокойся, я тебе сейчас все объясню. Вот, успокойся. А-а-а! Ну, с флягой-то так зачем? Она же детенская, она же всю войну выжила, а твои мирные зубы, Людмилы, нет. Андрей, у нас крыса, да? Настоящая, с хвостом, с зубами, вот такая вот. Да, вот, примерно вот такая. Похоже, крыса. А у меня тараканы появились. Какие тараканы? Какие, какие, там Артемы строить покажите, у вас хорошо получается. Так, Андрей, так надо же вызывать срочно санэпидемстанцию. Так я уже вызываю, они после этого и появились. А-а-а, я вспомнила. Тараканы, они вот такие вот, так говорят. Да забудьте вот этих тараканов, что нам с крысой делать? Я помню, в детстве, когда у нас завелись крысы, бабушка приготовила отраву. Все крысы тут же исчезли. Правда, ушли коровы и кабаны. А я рецепт помню. Хотите, я вам приготовлю? Нет, мне отрава не нужна. Ну, видите, отравы еще нет, а кабан уже ушел. А в следующем году мой Теодор закончит МГИМО с красным дипломом. Мы уедем в Майами и там поженимся. Так давайте выпьем за Министерство иностранных дел, где работают родители моего Теодора. Ирочка, да, садитесь. Дело в том, что вечер близится к концу, и мы хотели бы услышать еще хоть про кого-нибудь. Ой, а еще у моего Теодора есть плод. И вообще мой Теодор… Мой Теодор, мой Теодор. Судя по тому, что у тебя молчит весь вечер, он у тебя еще и не мой Теодор. И вообще, Якушево, когда ты собираешься есть колготки? Ой, ну кто бы, кто бы, какие колготки? У нас еще вот торт не доедет. Был уговор. Если я прихожу с парнем, то ты ешь колготки. Вот он, мой Вениамин. Он, кстати, в Бауманке учится. Здрасте. Видишь, Якушево, он в отличие от твоего еще и говорящий. Я весь вечер за вами наблюдаю, и что-то не похоже, что он твой парень. Но он тебя даже ни разу не обнял. Даже в щечку не поцеловал. Ирочка, ну что вы говорите с такой? Ну, может быть, они еще ни разу не обнимались. А уж первый поцелуй, это вообще такой ответственный шаг. Но, между прочим, первый раз съесть колготки, это тоже ответственный шаг. Поэтому я требую доказательств. Так, целуйтесь. Ребята, ребята, отвернитесь. Не смотрите, не смотрите, они же стесняются. Давайте закроем глаза. Да не буду я целоваться. Отлично, а я не буду есть колготки. И вообще, не верю я, что он твой парень. О, я поняла. Раз он учится в Бауманке, то это твоя сестра его тебе одолжила. А вот и нет, нет. Моя сестра тут ни при чем. Это, это... Его, его сестра меня с ним познакомила. Да, его сестра, между прочим, Годка. Какая сестра Годка? Которая очень умная, учится в МГУ, и которой подруга постоянно ешь шаурму. Да вы посмотрите, но она же врет. Лишечка, да почему же сразу врет? Я тоже иногда постоянно ем шаурму. Ну, в шаурму, допустим, я тоже верю. Но умная Годка из МГУ, это полный бред. Все понятно, Якушева. Ты просто струйся и не хочешь это признавать. Пойдем, Веник. Стояночка Васнецова. Значит так, у меня завтра день рождения. Мои соболезнования. Так вот, я тебя приглашаю. И если ты приведешь свою умную Годку, то я так и быть, съем свои колготки. Две пары. Идет. Свои можешь не брать, я тебе их на день рождения подарю. И возьму, где поменьше, Дэн. Ты же у нас на диете. Ну что, боец, готов к поединку? Готов. Хуже я на Ума Турмана забить била, а? Слушай, Жень, что у тебя за завязки? Ума Турман, убить била. Подходишь просто. Слушай, ты урод, ты что делаешь в районе? Тьфу, и все, и хрязь ему стало. Хрязь он! Ты что сразу хрязь-то, а? Больно? Нет! Нет? Ну тогда держись. Слушай, ты поосторожнее, да? Я стою в району. А закурить есть. Веник, нифига ты не Веник, ты дятел. Вместо того, чтобы обзываться, лучше бы придумала, где нам умную годку достать. Ты хочешь сказать, что все годки дура, и я тоже? Нет, ты не дура. Но ты же не пойдешь сама с собой к Якушевой? Почему не можешь взять твою сестру и сделать из нее годку? Я, собственно, так и планировала. Здорово, отличный план. Но есть один нюансик. Сестра моя двоюродная, ей 35 лет, и она ждет третьего ребенка. Ничего, с Готами тоже такое случается. Еще она живет со своим мужем в Чикаго. Зашибись. А раньше-то сказать нельзя было? А что ты сама у нее не спросила? Это же твоя подруга. Блин, Веник, надо же срочно думать, что делать. Я этим и занимаюсь. Ай. Слушай, Веник, надень хотя бы. Машкин парик, чтобы не так было больно думать. Веник! Иди сюда. Ты же мне друг? Конечно. Тогда будь моей подругой. Я тебя смотришь на меня. Думаю, раз ты настоящий москвичка, тебя все муж, да? Ух ты, я прошу прощения. Тамарочка, а вы с кем там разговариваете? Ой, Людмила Сергеевна. Ох, какая красавица-то, а. Кто была уйти? От Тамары Кожемячка и ее травы еще ни одна крыса не уходила. Уберите ее. Людмила Сергеевна, бояться надо живых, а не мертвых. Уберите ее, а не мертвых. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а, развлекаетесь? А я крысу поймала, вот. Тамара! Уберите крышу! Уберите быстро, Тамара! Эх, Маруся, никто нас с тобой не любит. Ему, кстати, Маруся звали. А у меня, между прочим, праздник. У меня все тараканы из кабинета убежали. А я по этому поводу новую фляжку купил. Сюда и поставил. Вот они! Тараканы! Тараканы! Откуда они здесь? Ой, Людмила Сергеевна, я вспомнила, от бабушкиной отравы все крысы исчезли, а тараканы появились. Тараканы, если вы что-нибудь не придумаете, то у нас тоже старая секретарша исчезнет, а новая появится. Да. Вот. Жайкин, ну ты же говорил, что тебе было не больно. Мне и не было больно. Да? А это тогда что? Не знаю, может, аллергия на нунчаки? Это! Синяки! Тебе точно было не больно? Да точно. Так это же значит, что я за один день научилась делать удар замедленного действия. Какой из них? Да все! Это когда сначала тебе не больно, потом появляются синяки, а потом лопается селезенка. Ну или печень, я уж точно не помню. Смотрите, какой я фокус научилась делать. Нет, не научилась. Слушай, у меня, по-моему, селезенка лопнула. Или печень. Сергей Владимирович, ну прости меня, пожалуйста. Я же не знала, мне никто не рассказывал, что за один день можно выучить смертельный удар. Я… Ой, Илюшенька, что… Подожди, как же он храпит, если у него слезенка лопнула, а? Не знаю, может, ты ему еще нос сломала? Нет? Илюшенька, ну что случилось, а? Галина Сергеевна, я тут умираю. Ты меня, это, прости за все. Я тебе сейчас так умру. Галина Сергеевна, ты чего? У меня же это селезенка! Галина Сергеевна, это селезенка, это селезенка, это селезенка, это селезенка. Спасибо вам, дорогие друзья, за эти замечательные подарки. Вы посозвонили, что дарить будут уроды. А сейчас вы увидите, что нужно дарить девушке на ее восемнадцатилетие. Правда, Теодор? Да. Вот, аппаратура класса хай-фай, вот, одна из самых дорогих в мире, воспроизводит только фирменные диски. Поздравляю, Якушева, в России это абсолютно бесполезный подарок. Васнецова, я так и знала, что ты придешь одна. А значит, нас ждет шоу «Годка ест свои колготки». А я не одна. А, ты, наверное, хочешь спросить, а где колготки? Так вот они, итальянские. Я надеюсь, ты любишь итальянскую кухню. Знакомься, это Вероника. Между прочим, еще надо доказать, что твоя Вероника умная. Теодор, задай я какой-нибудь умный вопрос. Между прочим, а, самый распространенный звук в мире. Он встречается во всех языках и диалектах. А их, между прочим, более пяти тысяч. Вероника, можно вас пригласить на танец? Нет. Мы не должны упускать эту возможность. Иди отбей парню, Якушевый. Она согласна. Ты только расслабься, а то он твои бицепсы нащупает. Давай. Прости, Теодор, но я привык ла везти. Ах ты, готская морда! Хотела моего парня отбить, да? Я тебе сейчас все волосы повыдираю. Э-э-э, только они волосы. Мне нужно в туалет. Думала, самая умная? Конечно. А ты говоришь, что среди готок умных не бывает. Ну что, Якушева, проиграл спор? Как колготки есть будешь? Сухомятку или водички принести? Давай еще немножко. За своего Теодора. И за его кота. А, да. Простите, я понимаю, что у вас день рождения, но со своей едой нельзя. Я теперь понимаю, почему девушек в армию не берут. По-пластунски ползать неудобно. Да, Веник, а я смотрю, ты пользуешься успехом у мужчин. А я бы попросил не Веника, а Вероника. Хорошо, что меня в этом наряде еще никто не узнал. Да в таком виде тебя даже родная мама не узнает. Даша, привет, Веник. Даша, смотри, что ты мне Илья подарил. Да, первый раз вижу, чтобы Полежайкин подарил что-то путное. Так я же его перед этим нунчаком побила. Ну, да пойду мыть голову. Так у тебя точно такая же шаума есть. Так кто ж я сама купила? А это же подарок. Слушай, Веник, тебе даже так больше идет. Ладно, Веник, переоденешься, а потом позовешь. И... Вот. Вот это, чтобы макияж смыть. Ага. Слушайте, а в чем разница-то, а? Что грамурная Маша, что готическая Даша. Косметики-то одинаково. Привет, Даша. А Даша вышла. Я Вероника. Да, Вероника. Да чего ж ты докатилась? Я предупреждала, что любовь к Дашке до добра не доведет. Я не понимаю, о чем вы. Эх, Веник, я тебе... Какой же будет следующий шаг, чтобы быть рядом с Дашей? Пол поменяешь? Маш, ты его уже поменял. Маш, это долгая история. Давай я тебе завтра расскажу. Ага. Вот именно, что вашествие с Дашкой и так затянулось. Ага. Если ты не можешь предать Дашке любви, то я признаюсь. Нет, нет, не надо. Я сама. Эээ, в смысле, сам. Ну вот, другое дело. Давай только не сегодня, а? Ой! Ну вот, черт, сегодня все-таки я одного таракана нашел. Полюбуйтесь. Ой, тоже меня удивили. Вот. Полюбуйтесь. А этот, наверное, тот единственный, который выжил после вчерашнего. Не захотел умирать на чужбине, приполз к себе на родину. Ну что? Как? Ой, грустно. Ни крыс, ни тараканов. Ну, не грустите, Тамара. Зато вы и остались с секретаршей. Ой, Маруша, ты жива! Ура! Тамара, так она не сдохла от вашей отравы? Я вспомнила. От бабушкиной отравы тогда тоже вроде все крысы сдохли, а потом через пару дней выяснилось, что они просто спали. Тамара! Ой, да не волнуйтесь вы так, Людмила Сергеевна. Они потом все равно у нас сдохли. Как сдохли? Ну как-как, пришел дед с вилами, они и сдохли. Ну что, деду звонишь? Тамарочка, если она вам так нравится, возьмите и забирайте ее себе. Да. Прекрасно! Я, Лиза и Маруся, три одиноких женщины в пустой квартире. Если бы вы не убили своего таракана, в нашем доме хоть один мужчина бы был. Марусь, ко мне! Привет, Даша. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Слушай, Виненька, давай не сегодня, а? Нет, Санюшка, нет! Ну, Илюшенька, давай хоть мамину шубку наденем, а? Видишь, какой у нас сегодня дурдом? Давай завтра. Нет, сегодня. Даша, ты мне очень нравишься. Нет, только не это. Здрасте. Я Емельян Палкин. А мама дома? Виненька, давай все-таки завтра. Я ж говорю, дурдом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова